Абсолютный ноль – своего рода святой грааль температур. Именно с этого значения начинается отчёт абсолютной температурной шкалы Кельвина. Согласно законам термодинамики, ни одно физическое тело не может достичь абсолютного нуля. Так что же такое абсолютный ноль? Почему он равен минус 273 градусам по Цельсию? И что происходит при достижении этой отметки? Если ответы на эти и другие вопросы в нашем сегодняшнем видео, то подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, на какую тему сделать следующий выпуск. Если говорить простым языком, то температура – это физическая величина, которая количественно выражает степень нагретости тел. Чем быстрее движутся молекулы и атомы, из которых состоит тело, тем выше его температура. И наоборот. Поэтому можно сказать, что температура – это способ охарактеризовать энергию системы. Для измерения температуры используют термометры с разными шкалами – Цельсия, Фаренгейта и т.д. Но в этих температурных шкалах ноль не соответствует нулевой энергии, так как движение частиц при нуле градусов по Цельсию или Фаренгейта всё же продолжается, и только при абсолютном нуле достигается соответствия нулевой энергии. Абсолютный ноль – это точка, в которой тело имеет наименьшую возможную энергию, то есть все его атомы и молекулы прекращают двигаться, и это минимальное предельное значение температуры, которое может иметь физическое тело во Вселенной. Одним из первых, кто предположил существование минимально возможной температуры, был физик Роберт Боэль. Этому понятию он дал название «примум фриджидум» – абсолютную шкалу, которая начинается с отметки минус 273 градуса Цельсия, вёл британский физик Уильям Томпсон, также известный как Лорд Кельвин. Он принял за начальную точку шкалы абсолютный ноль и вёл единицу Кельвина. Она соответствует одной 27-тысячной доле температуры, при которой вода находится сразу в трёх состояниях – твёрдом, жидком и газообразном. Физику удалось выяснить, что при температуре ноль Кельвина или минус 273 градуса Цельсия тепловое движение частиц полностью останавливается, и из тела уже нельзя извлечь тепловую энергию. Но всё это теория. На практике, согласно законам термодинамики, абсолютный ноль недостижим. В чём же дело? Охлаждение объекта требует извлечения из него энергии и накопления её где-то ещё. Тогда часть тепла перетекает к теплоносителю и отводится. То есть для достижения абсолютного нуля требуется теплоноситель с ещё более низкой температурой. А более низкая температура невозможна, потому что нет скорости меньше нуля и нет энергии меньше нуля. Кроме этого, не стоит забывать о принципе неопределённости Гейзенберга. Согласно этому закону, невозможно измерить точное положение или импульс частицы с совершенной определённостью. И даже если удастся измерить отдельные молекулы, то окажется, что они вибрируют и вращаются, в то время как при абсолютном нуле какое-либо движение должно отсутствовать. Но в лабораториях учёные всё же смогли получить температуру, превышающую абсолютный ноль всего на несколько миллионных долей градуса. Это удалось физикам из Бременского университета. Информация об этом эксперименте была опубликована в журнале Physical Review Letters. В лабораторных условиях физики использовали установку, снабжённую магнитной лентой, и конденсат Боза-Эйнштейна. Особенность этого конденсата в том, что все его атомы квантово связаны между собой. За счёт этого при включении магнитного поля происходило сжатие облака атомов, а при выключении его расширения. Работа установки была настроена таким образом, что учёным удалось достичь практически полной остановки движения атомов, и, соответственно, получить температуру всего на 38 пика Кельвинов, отличающуюся от абсолютного нуля. С нижней возможной границей температуры мы разобрались, и логично было бы предположить, что если существует самое низкое значение, то должно быть и верхнее. И это действительно так.